Если говорить о всем противостоянии тех трех матчах серии Бруклин Майами Хит, которые мы уже увидели, то большую часть этих матчей преимущество Хит не вызывало вопросов. Та доминирующая игра в первом матче, та вторая половина и рывок Леброна Джеймса во втором матче позволяли Хит надеяться на положительный результат и третьего матча. Но ту игру, которую мы увидели в третий матч, в первую очередь со стороны Бруклина, это отличное движение мяча, они отдали в два раза больше реактивных передач по сравнению с баскетболистами Майами Хит, они собрали намного больше отскоков. И что мы видим? Мы видим, что как только у Бруклина пошли трехочковые броски, сразу защита Майами стала больше уделять времени игре на борьбе с баскетболистами Бруклина на периметре, и сразу появились пробелы в краске, и видим, что довольно-таки хороший центровой, но не элитный Андрей Блачев спокойно выходит, набирает 15 плюс 10 за 20 минут, не встречая особого сопротивления от баскетболистов Майами. Что мы можем ожидать в этой серии в четвертом матче? Ну, игра Бруклина, победа Бруклина, возможно, только если они будут показывать такую же примерную игру, как в третьем матче, доминировать в краске, растягивать оборону Хит, попадать трехочков, Этилетович, Джо Джонсон, на них в первую очередь ослагают особые надежды болельщики Бруклина. Если у них будет идти эта игра, то далеко не факт, что баскетболисты Майами смогут выиграть четвертый матч. Я думаю, именно от борьбы, от отдачи Криса Боша в первую очередь зависит успех Майами. Рискну предположить, что в этой серии после четырех матчей будет еще 2-2. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...